Ну что ж, мы сместились по заливу еще дальше в сторону Марина Мола и показываем вам окружающий пейзаж. Камеры типа GoPro, которые максимально широкоугольные и максимально показывают широко захватывающий пейзаж. Правда, иногда с какими-то искажениями, искривлением по вертикали и заворачиванием по краям. Но это как бы неизбежное свойство этих камер. Дорогие друзья, что я еще хочу сказать, что мне пришло сейчас, меня с визитом посетила мысль, как говорится, с дружеским визитом, что помимо того, что это нужно все построить, это реализовать в камне, в бетоне, в стали, в стекле, всю вот этот полет фантазии этих архитекторов, технические решения, труд, я не знаю, скольких сотен тысяч людей, но в начале, в самом начале, как говорится, нужно же сделать проект, дорогие друзья, проект вот этого небоскреба, допустим, любого из них, какая разница какого, это как бы фундамент и основа, основ всего. Дорогие друзья, вы знаете, для того, для удовлетворения строительства, себестоимости жилья, что делали у нас? У нас сделали типовые, так называемые, проекты и клепали коробки сотнями, тысячами по одному и тому же проекту. Поэтому у нас все города практически похожи, особенно черемушки, там вот эти новые постройки, похожи один на другой, и попадая из одного в другой, ты даже с трудом можешь отличить один город от другого. Ну, естественно, чего нельзя даже в ближайшем приближении сказать о том, что вы видите сейчас. Дорогие друзья, я даже не могу сказать, что сложнее технически и, может быть, даже что дороже, построить этот небоскреб или сделать сначала проект. Ну, и представьте, что это такое, какой этот титанический труд, сделать чертежи там на бумаге, уже теперь с помощью компьютеров, и рассчитать каждый сантиметр, каждый метр, не только, как бы, самой площади, высоты, планировки квартир, а всю энергетику, значит, проводку, это тысячи там километров, я не знаю, в таком небоскребе. Кондиционирование просчитать, чтобы потом, как говорится, не было мучительно больно, когда окажется, что результат не оправдывает ожиданий. Да, как бы, сделать проект, это еще пол-дела, как говорится. Нужно его реализовать и найти финансирование, то есть это, как бы, наверное, уже треть получается. Но я думаю, что от проекта до реализации, это три огромных этапа. Это планирование, это проект, это реализация и финансирование, конечно. А где деньги, Зин? Это уже один из главных вопросов. Да, дорогие друзья, привлекая самые лучшие силы, самые лучшие умы, самые лучшие руки, дорогие друзья, я вот подумал, ну ладно, рабочих там реализации, которые уже реализуют этот проект на конечном, самом так, низшем уровне. А проектировщик, это же лучшие умы, лучшие умы человечества, не побоюсь этого слова, дорогие друзья, реализуют свои фантазии, какие-то мысли, новые идеи в реализации вот этих вот проектов. Это лучшие умы, дорогие друзья. И можете себе представить, что такую работу вы уж точно не поручите ни филиппинцу, ни пакистанцу, ни индусу, но при всем уважении ко всем этим. Хотя, хотя, но, одни из лучших, вот видите как, приходит сразу мысль, одни из лучших компьютерщиков это индусы, дорогие друзья, мы должны признать. Украинцы, русские, тоже, как говорится, не пасут задних, славяне, тоже не пасут задних, тоже не на последних ролях, не зря российские хакеры хозяйничают, даже в штатах, как у себя дома там. И везде, и во всем там это самое, даже выборы проводят в свою пользу, по своему желанию. Но, да, я говорю, о чем же закончить мысль? Такую работу не поручишь, ну, допустим, малообразованным, мало, низкоквалифицированным специалистам. Эта работа по проектировке, я сейчас имею в виду, наивысшего уровня, это работа лучших умов, и, естественно, эта работа оплачивается соответственно, дорогие друзья. То есть здесь уже не получится сэкономить, не получится каким-то образом удешевить проект, там, реализацию, а нужно, да, платить по полной. Где деньги ЗИН, а ЗИН экономить на этом уже не получится. Ну, вот, как-то так, дорогие друзья. Я уже снимаю на третью камеру, третья камера уже забита под завязку, и память, и все ли все батареи, и даже вот этот Powerbank не справляется, не успевает подзаряжать все. Да, дорогие друзья, информация, можете представить, сколько уже это сотен гигабайтов уже здесь мы наснимали. Ну, а где еще, если не здесь, как говорится, где еще снимать? Где можно увидеть все вот это в одном месте, в одно время, дорогие друзья? Ну, слава Богу, что у нас есть возможность побывать здесь, показать вам все это великолепие, ну и получить заслуженную оценку нашего скромного труда в виде лайков, в виде просмотров, в виде новых подписчиков. Да, дорогие друзья, welcome, добро пожаловать на наш канал. Ласково просим!